Приветствую вас! Что я увидел из вашего сообщения? Ну, во-первых, увидел то, что молодой человек для вас был очень важным. И по сути, как я понял, это был единственный человек, которому вы доверяли свои мысли, идеи, свои взгляды, свои, значит, переживания, свои чувства и т.д. Скажет вопрос, а почему, собственно, только он? Почему только он был для вас самым другом? Почему у вас не было других друзей, с которыми бы вы могли поговорить так же, как с ним? Почему вы не могли, например, с подругами пообщаться? Почему он единственный, кто вас принимал? Вот с чем связана, грубо говоря, его исключительность такая? Вот. Потому что нет ничего удивительного в том, что вы так переживаете из того, что ваши отношения ухудшились, потому что вам действительно тяжело. Вы привыкли к тому, что он с вами, привыкли к тому, что вы общаетесь с ним постоянно, делитесь с ним тем, что вас волнует, а потом раз, опа, и этого больше нет у вас. Ну естественно, это очень тяжело. Вот. Но, знаете, честное дело, нельзя в одном человеке сконцентрироваться полностью на одном. И зависеть от человека полностью одного точно нельзя. То есть, если у вас друзья, то, соответственно, друзей несколько. Если у вас, например, молодой человек, любимый, то, соответственно, нельзя в нём растворяться. Нельзя в нём растворяться. Нельзя всегда четко помнить, кто вы и куда идёте. А у вас получилась такая ситуация, видите, что вы, как бы, полностью в этого человека поверили, полностью в нём растворились. Из-за этого его значимость для вас очень сильно возросла. И именно по причине того, что значимость ваша, его точнее для вас, сильно возросла, да, вы, возможно, просто-напросто не замечали каких-то изменений. А молодому человеку, скорее всего, с его стороны казалось, что вы просто его используете. его для того, чтобы рассказать и рассказывать им обо всеми это восполнюют. И правда, здесь заключается в том, что вот эта причина, причина значимости, аммонизма, это либо ваша неуверенность в себе, либо тяжесть сближения с другими людьми, либо это страх чего-либо и так далее. То есть вот причина, по которой вы так сильно приезжались к этому человеку, вот эту причину нужно выяснить. Она обусловлена вам, не и вами, а вашим отношением, тем, что вы хотите, тем, что вы желаете, тем, что вам нужно. Вот именно этим обусловлена тогда и ваша реакция. Потому что, ну, объективно, молодой человек мог, и просто пристать к вам чувствовать. То, что он чувствовал, и то, что решит за себя, ну, все, он, вот, дальше живет без вас, без вас, например. И это его выбор, и если вы его любите как друга, то вам нужно понять, что без вас ему будет лучше попросить хату с ним, поблагодарить его за время, проведенное с вами, и все. И больше его не беспокоить, но вы не можете так сделать. У вас так сделать не получается. И возникает вопрос, почему? Почему не получается? Какая проблема? В чем проблема? Об этом я рекомендую вам подумать. Это первое. Это первое. Второе. Молодой человек, он, очевидно, хотел от вас, ну, чего-то несколько другого. То есть, вполне вероятно, что молодой человек хотел от вас несколько более близких отношений. Он не дружеских отношений хотел, как вот, как вы ему давали. А он хотел именно отношений все-таки более близких. Но так, опять же, ситуация заключается в том, что вы дали ему надежду, именно надежду на то, что у вас может что-то получить не как у друзей, а именно как у мужчин и женщин, понимаете? И именно вот эта надежда, которая у него, ну, может быть, была, вот, эти ожидания, которые у него были, они и обуславливают его реакцией. Поэтому вам можно действительно спросить у него, как вот рекомендует мой коллега, спросить у него, а вот, ну, хорошо, а вот скажи, скажи мне, вот, может быть, у тебя есть чувства ко мне? Скажи, скажи, ты, как сказать, ну, все, любишь ли ты меня, хочешь ли ты быть со мной, например. Вы можете так его спросить. И по его реакции вы поймете, значит, ошиблись вы или нет. Вот и все, вот и все, понимаете? Ну, а вам, соответственно, я рекомендую снижать значимость людей, которые вас окружают, быть более независимыми, вот, относиться к себе немного более ценно, то есть более самоценно, вот, и не концентрировать свою жизнь, не концентрировать свою энергию только на одном человеке, потому что это всегда порождает вот такую вот реакцию, такие последствия, как вот у вас. И дабы этого больше не было, я рекомендую вам, вот, стремиться все же именно к независимости, к большей независимости от людей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, я надеюсь, вы напишите мне в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!